О новом кроссовере Renault Arkana мы знаем практически все, да и продажи уже начались. Однако торжественный пуск производства здесь, на московском заводе Renault, состоялся только сегодня. Потому что едва ли не впервые в истории модель, задуманную и запущенную в России, ждет глобальное будущее. Российский офис Renault называет события торжественным запуском конвейера на полную проектную мощность. Это значит 200 машин в день, что косвенно рассекречивает план продаж. Мы вполне уверены, что Renault Arkana внесет существенный вклад в дело повышения доли Renault до 10% российского рынка. Помимо Тьери Баларе поприветствовать заводчан и нажать на символическую кнопку приехали министр промышленности и торговли Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин. Все рассказы о том, что промышленность уходит из Москвы, да, наверное, уходит, но уходит та, которая задает больше проблем, чем нового производства. Renault – это другой пример. Пример шага вперед в будущее. По словам мэра, на каждый рубль столичных льгот компания Renault вложила 6 рублей. И это удачный пример партнерства. Арканы планы не исчерпываются. Мы сегодня ведем речь о производстве электромобилей в Москве. Это тоже очень важное направление, связанное с экологией города, с будущим транспорта. Не только Москвы, но и страны. О каких именно моделях идет речь, пока неизвестно. Но московское правительство давно вынашивает план каршеринга электромобилей. На эту роль может подойти и серийный европейский Renault Zoe, и перспективная бюджетная электричка на базе хэтчбека Renault Quid.